Если лайк не поставишь, я тебя съем. Привет, на связи Сплит и я рад вернуться. Хочу сразу сделать анонс следующего ролика, и в нем мы поговорим о смешивании цветов, о самом лучшем и простом смешивании в фотошопе. Короче, всем любителям блендеров САИ будет интересно узнать, как сделать так же, но в фотошопе. Друзья, Инктобер немного выбил меня из рабочего графика, поэтому пришлось наверстывать это дело вне Ютуба уже в ноябре. Но я рад продолжить тему с Инктобером, потому что в прошлом видео я проводил опрос, стоит ли мне продолжать доделывать тематические скетчи по Инктоберу и, соответственно, делать к ним ролики. И проголосовавших было немного, но тем не менее большинство хочет этого продолжения, поэтому я принял решение добить эту тему. Но не целенаправленно, да, вот ролик за роликом, а между делом, потому что есть еще много тем и идей, которые не могут ждать, пока я сделаю все 30 артов по Инктоберу. Поэтому всем спасибо, кто поддержал эту идею, да, продолжать Инктобер и хочет продолжения. Всем спасибо, вы его получите. Ну а касательно этого арта, это «Шестой день», слово «Слюнявый» и, как ни странно, это «Веном». Думаю, не нужно объяснять, почему. А вообще сам фильм с Веномом я не смотрел, но уверен, что есть те, кто уже посмотрел и сформировал свое мнение. Напишите в комментариях, только без спойлеров, пожалуйста, как вам этот фильм. Пайнет у гуляет много негатива, мол, получили не то, что ожидали, Марвел скатился, ну и так далее. Но рейтинг в Кинопоиске и IBM твердая семерка, что очень даже неплохо. Хотя для фильмов от Марвел, ну так себе, рейтинги предыдущих повыше будут. В любом случае, жду ваших комментариев под видео. Друзья, заметили ли вы, что сегодня я рисую арт не так, как предыдущие арты поинт-обору, а именно без эффектов наложения в слоях с заливкой. Ну, цвета. По сути, я отделил свой лайн от фотки и рисую на слое под лайн. Отчасти это удобнее, чем рисовать с эффектами наложения поверх фотки, потому что можно в любой момент поправить основной лайн. Да, не нужно там где-то на фотке вот это все затирать, смешивать. Ну, короче, это довольно сложно делать, если рисуешь поверх фотки. Вот. И если вам интересно, чтобы я сделал урок, ну или просто поделился, да, своими фишками, лайфхаками, как я это делаю, потому что способ у меня не один, то давайте соберем 50 лайков и я поделюсь этими методами с вами. Каждый из них удобен по-своему и применяется, ну, в отдельной ситуации свой. Возможно, даже комбинация. Но это как вам будет удобно. Ну и вот что получилось в итоге. А на этом у меня все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. И лучшей поддержкой и благодарностью за ролик будет подписка, колокольчик, лайк и комментарий. Ну а за это с меня еще больше интересных видосиков. Рисуй, кайфуй. Пока. Если, если лайк не поставил, я тебя съем.